Девушки отдыхают Так это ты, скотина, меня преследовал с самой земли В смысле? А в прямом, на игровой площадке, ты же там с самолётиком бегал Да не было меня там Да ну как же это не было, я же ставку-то ведь видел Тебе показалось Ага, и когда ты к двери и бежал, мне тоже показалось Разумеется, как бы я там выжил после такого взрыва Действительно Стоп, а если тебя там не было, как же ты узнал, что там был взрыв? Эээ, так ты мне сказал Когда? Да вот только что Ну допустим, и в вентиляционной шахте тебя тоже, разумеется, не было Шепард, ты, кажется, не понял Я не какой-то там пацан, я катализатор Что я по-твоему забыл в вентиляционной шахте? А кто там тогда был? Глюк там твой был Жнецы же повсюду, тебя одурманивают, балбес Ну допустим И в шаттле ты, полагаю, тоже не взорвался? Не взорвался Точно? А сам как думаешь? Ммм Ну вот и хорошо А то мне уже, знаешь ли, кошмары с тобой снились Я рад, что мы наконец разрешили этот важнейший вопрос Вернёмся к делу Итак, ты сейчас находишься там, куда не ступала ранее нога органика А щупальца? Какое щупальце? Ну, нога, может, и не ступала, но в галактике много всякого дерьма водится Вон там, ханары, например, у них щупальца Они сюда тоже не ступали? Нет, не ступали Это место было создано Клешни не ступали Да ты дашь мне закончить уже? Извини Так вот, о чём бишь я? А, да, что-то про горн, про решение Ну вот ты меня сбил с мысли Ой, да расслабься ты Мир уже давно пошёл по... По приключениям Можно уже не напрягаться Шепард, кончай стебаться, я текст не могу вспомнить Так, я что-то должен был сказать про хаос Короче, вкратце, вот это и есть долбанный горн, который вы со своей шайкой оборванцев строили всё это время Погоди, погоди Вот эта вот космическая клизма, это и есть горн? В башке у тебя клизма, а это технология, передававшаяся из цикла в цикл Ну вот я и говорю Многоциклевая космическая клизма Слушай, ты случайно не знаешь, куда тут нажать, чтобы предвестнику устроить промывание по полной программе? Достал он меня уже Не отвлекайся, эту клизму... Фу ты, господи Эту хренату от нас прятали миллион лет От кого от нас? А, я что, не сказал, что ли? А, ну да, ты ж меня перебил как раз в тот момент, короче, это я создал жнецов Ты? Я Ты? Да я, я Ах ты гнида Спокойно Так это из-за тебя я уже в течение трёх игр с жопой весь космос пропахал Ну в каком-то смысле да Это из-за тебя меня поджарили какие-то мухи, выкинули в открытый космос, потом оживили и заставили работать на Цербер Это было недоразумение Это из-за тебя я пробил жопой насквозь ресторан, в который меня больше не пустят, даже если я всех жнецов единолично забарю Нет, вот это уже ты сам очудил Ладно, это я уже действительно сам Но из-за тебя я нормально поспать не могу уже второй год Стоп, погоди, то есть как не можешь? Ты два года в коме лежал, не выспался что ли? Это не считается, я был мёртв и не мог насладиться отдыхом Ах ты бедняжка Знаешь ли, я тут тоже не коктейли на пляже попиваю эти миллионы лет Ты думаешь управлять этими болтусами легко? Каждый раз какие-нибудь проблемы То одни себя возомнят хозяевами галактики, то другие, а ты как дурак летай, пожинай их каждые пятьдесят тысяч лет Ведь никогда же не сдадутся по-хорошему, начинают воевать То из пушки размером с планету пальнут, то какой-то дурак турианец тебя подставит А мы же для вас, дегенератов, стараемся, между прочим Пути-пути, стараются они От ваших стараний вон все на ушах стоят Ой, а ты и недоволен Если бы не мы, кому бы ты нахрен был нужен, а? Помощник капитана Что, думаешь, Леара тебе бы дала не быть спасителем галактики? Ну, за Леару, конечно, спасибо Ага, и за Талии, и за Джек, и за Миранду, Сэшли Я следил за двумя похождениями, герой-любовник Ты своей елдой принес галактику хаоса не меньше, чем мы своим присутствием А нахрена вы людей-то похищали из колонии? Я не виноват, это так гнусная муха, меня не так поняла Я хотел всего лишь проверить, какой у вас потенциал Ну и как? Проверил? Да уж проверил, у нас за все два миллиарда лет столько жнецов не погибло, сколько за последние два года А они, между прочим, в Красную книгу занесены А чего вы на землю напали, между прочим? А вот нехрен было про нас обидные кричалки сочинять Ты что, думаешь, у нас выхода в сеть, что ли, нет? Вы? Ну, ну что мы? Давай, скажи, что мы Да батареанцев почти уничтожили Ох, а тебе не насрать ли на этих четырех глазах? Серьезно? Не Ну да, так и скажи, что ничего умнее придумать не сумел Слушай, пацан, не прошло и пяти минут, а ты меня уже бесишь Взаимно Стоп, что ты сказал? Я сказал взаимно Не-не-не, я слышал, я имел в виду, что у тебя было с голосом Все в порядке Не-не-не, у тебя явно что-то было не так с голосом, я же не глухой Это в горле пересохло Пересохло? У катализатора? Шепард, ты что, мне не веришь? Посмотри на мое невинное детское лицо А ты посмотри на мою хмурую, задолбанную жнецами рожу и скажи, я вообще хоть кому-нибудь в таком состоянии поверю? Мне кажется, мы немного отошли от темы То есть ты говоришь, что ты создал жнецов, да? Да, создал Мы вносим порядок в хаос органический Не-не-не, это хрень потом Ты создал жнецов, а кто создал тебя? Я всегда был, я сам себя создал Ну да, те кальмары мне сказали, что это они тебя создали А, ну да, я и забыл Ох уж мне эти DLC Короче, они создали меня, а я создал стальных жнецов Так-так, то есть ты был первым из жнецов? Ну, технически я был искусственный интеллект, который... А первым из жнецов был предвестник Нет Да Нет, это не так Да так, так, ты же сам мне говорил, что ты первый из жнецов Я не говорил, что я первый из жнецов Я сказал, что я предвестник, ты его преобраз... А, чёрт Миллионы лет конспирации делал кору под хвост Тоже мне великий конспиратор Я не знаю, может на какой-нибудь дурачка, пускающего слюни, это бы и подействовало Ты, небось, ещё отмазу придумал такую же идиотскую Например, вы убиваете органиков, чтобы они не создали синтетиков, которые их же потом и убьют А-а-а Да, знаю, на такую глупость даже вы не способны Это уж я так, сгоряча ляпнул Ну так что? 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 А, ну вот, это горн Ну и что? Горн? Нафига мы его строили? Ну так вот, я и рассказываю Ты спрашивал, куда нажать, чтобы мне клизму вставить? Пойдём покажу Вот смотри, есть два стула На одном синие пики дочёные, на другом красные О, можно подробнее про пики? Конечно Ты садишься на стул и включается заставка, в которой горн стреляет синим лучом по ретрансляторам Стоп, эта космическая клизма ещё и стрелять умеет? Ух ты Не перебивай Извини Так вот, тебя при этом расщепляет на молекулы, а твой разум перемещается в жнеца Но при этом жнецы становятся добрыми и прекращают убивать органиков Как тебе такой вариант? Жнецы станут добрыми Вот прям сразу, по щелчку пальцев Да мы и так в душе добрые Задача просто иначе поставлена А вот поподробнее про момент, где меня расщепляет на молекулы, можно? А, ты не переживай Мы тебе уже нормальный саркофаг подготовили, как у нас Можешь потом его украсить там цветочками всякими, цветушками Величина там развлекаешься на досуге Знаешь, мне и в этом теле неплохо Шепард, чего ты ломаешься, как девчонка на первом свидании? Ты всё равно уже сейчас коньки отбросишь вместе со всей галактикой Да и мы уже устали Чего как собака на сене, ни себе, ни другим Знаешь, мне не нравится перспектива стать таким же, как ты И миллионы лет потом выслушивать твои речи про хаос и порядок Ну тогда вот тебе второй стул, красный Так Горм стреляет красным лучом, ретросляторы опять взрываются Только теперь совсем всё плохо становится Раз агетов погибает, Сузи тоже отрубается Наверняка ещё и Кварианза с Элкорами помрут все разом Да ещё и вся техника в галактике отрубится нахрен Люди будут умирать долгой, мучительной, голодной смертью на своих кораблях, тряфующих в космосе Блин, даже не знаю, как отказаться от столь заманчивого предложения Шепард, вот тут комедию ломаешь, а между прочим сейчас решается судьба галактики Кстати, в этой концовке ты всё равно умираешь Какой сюрприз Да ты не переживай, мы тоже все умираем Так что на том свете обнимемся и будем дробить байки в баре Вы что, верите в загробную жизнь? Конечно же нет, мы же жнецы Хотя знаешь, мне уже, если честно, по барабану Если бог есть, то он нас ненавидит, иначе бы дал нас уничтожить уже давно Ну так что, на какой стул сядешь? Ммм, знаешь, что-то мне открывающиеся перспективы, но вот вообще не впечатляют И неужели? А ты чего хотел? Это же эпическое завершение эпической саги Это тебе не Марио пройти А есть концовка, где я не умираю? Я что, всё-таки галактику спасаю как бы? Я что, не заслужил хэппи-энда, что ли? Лишь ты, на хэппи-энд он замахнулся Чтобы получить эпический хэппи-энд, надо быть как минимум Геральтом из Ривии Никогда о нём не слышал Он о тебе, к счастью, тоже Ладно, специально для такого идиота, как ты, мы разработали хэппи-энд Внесите, пожалуйста, зелёный стул Зелёный? Да, вот тебе твой хэппи-энд Садишься на стул, и горн стреляет зелёным лучом Вся органика сливается с синтетикой И жницы становятся человечными, органики становятся как мы Мёртвые воскресают, все плачут, обнимаются, отстраивают ретрансляторы И даже тот ресторан, который ты разгромил, тоже, наверное, когда-нибудь отреставрируют Ещё табличку пометную повесят Здесь буянил Шепард Стоп, то есть я стану полусинтетиком? Да ты и так полусинтетик, в себе уже столько всего понапихано Проще сказать, что у тебя осталось органического Ну вот не надо преувеличивать Подумаешь, стильные глаза и шрамы нарисовали О, кардиостимулятор, электронные почки, чтобы ты мог дальше бухать Я читал твою медицинскую карточку, если что А не случится ли так, что утром я встану и, пойдя в туалет, обнаружу какую-нибудь видеокарточку вместо привычного? Шепард, ты задолбал уже своими тупыми комментариями Давай выбирай уже что-нибудь А если я выберу просто послать вас всех нахрен? Нахрен? Да, нахрен Тебя, твоих жнецов, Горн, всю галактику вообще Я надеялся, что ты не спросишь, но да, такой вариант тоже предусмотрен Вынесите чёрный стул Господи, а можно без этого? Сюда как-то масхел портите Спасибо Вот чёрный стул Садишься на него и вся галактика идёт по тому самому месту, вместо которого ты прощил себе видеокарту в зелёной концовке Ну я-то выживу Ну как тебе сказать, какое-то время ты ещё поживёшь Минут десять так точно, а дальше уже как повезёт, потому что мы пожнём всю органику и тебя балдует тоже, потому что ты нас уже в усмерть задолбал Да, как-то всё безрадостно, ты не находишь Согласен Если честно, мне уже всё равно, что ты выберешь, я уже устал от этой херни А что такое было? Где? Да вон же, только что, звук странный, какой-то деревянный Не было ничего Да не-не, точно же был Не послышалось Да я тебе говорю, точно был звук, как будто деревянный стук такой Стой, ты куда? Ага! Блин, Шепард, ну вот какого хрена ты свой нос суёшь, куда они просят? Да ладно тебе бухтеть, давай, колись, что это за комната такая? Ну, это комнаты концовок Ты же мне говорил, что их всего четыре Понимаешь, когда писался сценарий, у нас было много вариантов Не все сошли подходящими, поэтому и оставили пылиться в кладовке Ага, а это что такое? Это? Это радужная концовка Горд выстреливает радугой, все мужчины галактики превращаются в геев, а женщины в лесбиянок Эта концовка очень понравилась руководству, но, к сожалению, в итоге всё живое умирает из-за неспособности к размножению Ну вы даёте А это что? Это розовая концовка Горд выстреливает розовым лучом, ретранслятор и превращается в пони, а органики вместо нулевого элемента начинают использовать тягу на бабочках Жнецы при этом выполнили свою миссию и улетели на пенсию к кисельным берегам Хм, по-моему, всё логично А почему эту концовку не включили в игру? Да хрен её знает, мне тоже понравилось Уж всяко логичнее зелёной Это точно Опа, а это что такое? Пурпурная концовка, что ли? Да, это пурпурная концовка Горд выстреливает... Пурпурным лучом знаю, ну? Что ну? Просто выстреливает пурпурным лучом и всё Дальше никто ничего не придумал Кажется, я знаю, почему её забарковали Так А это... тоже концовка? А, это вообще непонятная какая-то штукенция, никто из нас не понял, что она делает Горд ничем не выстреливает, просто наступает эра тьмы Но потом приходит избранная нежить и разводит тут костёр В смысле костёр? Ну в смысле, там что-то говорилось про какое-то первородное пламя или ещё какую-то хрень Говорю же, мы ничего вообще не поняли, в этой концовке слишком мудрёный лор Только не говори, что хочешь попробовать Слушай, давай начистоту, все названные концовки говно полное Наша вселенная уже давно дошла до ручки Придумали какую-то Андромеду, каких-то там, не знаю, Джордан, прыжки на ранцах, космические кусты Да, есть такое Да и вас тоже, самых мощных существ превратили в тупых роботов в виде кальмаров Кальмарами же и запрограммированных Ничего мне не говори, от этого позора не отмыться Красный луч, синий луч, никакой фантазии и логики Всё настолько утонуло в маразме, что глубже просто уже некуда Так что да, по-моему, самое логичное решение это выбрать то, чего никто не ожидает Но подожди, а как же хаос органической жизни и всё такое? Господи, да кому вся эта заумь нужна? Всё равно про эту дихотомию знает лишь пару портых фанатов игры Вроде тебя Любую хрень схавают, лишь бы было поэпичнее Ладно, согласен Господи, ну как мы докатились до жизни такой? Ведь эпично же начинали Космос, ждицы, судьба галактики А что в итоге? Зелёные волшебные лучи? Эй Ты это, прости, что мы друзей твоих поубивали Да чего ж теперь Ты тоже извини, что столько проблем вам доставил А, забей Темнеет Чего-то у меня живот болит У тебя там пуля А, ну да Хм Ну Зато ипотеку выплачивать не придётся А ты взял ипотеку? Да, ещё до вашего вторжения Думал, как раз галактика гибнет, все забудут А вот хрен там Не забыли Блин, Шепард, ну ты и лох Шепард Ты всё ещё слышишь мой голос? Да нерри ты мне в ухо Извини Знаешь, Шепард Мне кажется, мы с тобой что-то не то выбрали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok